В Самаре и Тольятти по жалобам горожан проверяют две управляющие компании, которые незаконно выставили жильцам счета за сбор и вывоз отходов. Организациям грозят штрафы до 300 тысяч рублей, их руководителям до 100 тысяч. Разбирается госжилинспекция. Контроль за решением подобных конфликтов теперь будет вести и общественный совет нового проекта «Единой России. Чистая страна». В Самарской области в него вошли ученые, представители министерств, надзорных органов, рекоператора и предприятий. Факты рассылки двойных квитанций мониторятся по всей стране. Порядка 30 регионов уже выявлено, где такое есть. Надеюсь, в Самарской области мы все-таки будем более качественно подходить к этому, более ответственно, и чтобы люди не платили в два раза одну и ту же услугу. Здесь у нас чисто идет контроль совместно с министерством, но уже получается общественный контроль. То есть мы здесь будем привлекать и общественников, и колгов, и колгов-профессионалов. Жителям, которые получили от своей управляющей компании квитки без вычета платы за мусор, не стоит мириться с нарушением. Если что-то гражданину непонятно в его подтвержденных документах, первое, очень нужно, конечно, задать вопрос управляющей компании. Если управляющая компания невнятный ответ, нет ответа, или несогласен с ответом, тогда, конечно, идти на контроль надзорные органы, в частности писать жалобу в жилищную инспекцию. Это будет основание наблюдения и плановой проверки. На следующем заседании общественный совет проекта «Чистая страна» рассмотрит эффективность предоставления гражданам льгот на оплату сбора и вывоза отходов. В областном бюджете на эти цели заложено около 200 миллионов рублей. Также совет будет контролировать и другие проекты. Это, в частности, оздоровление Волги, рекультивация свалок, снижение вредных выбросов в атмосферу. Георгий Федоров, Андрей Авдеев, Новости губернии.